В апреле 2012 года научный мир взорвало сенсационное открытие немецких палеонтологов. Сравнивая череп неандертальца с черепом современного человека, ученые были ошеломлены, обнаружив, что размер мозга первобытного человека почти не отличается от мозга человека разумного. Этот факт поставил ученых в тупик, ведь долгое время считалось, что у гомо-сапиенс теменная и височная доля головного мозга развиты гораздо больше, чем у наших далеких предков. Что касается черепной коробки неандертальца, то тоже нельзя сказать, что он сильно отличается от нашей черепной коробки. А вот конкретно как он был устроен, и понимаете, здесь получается очень странная вещь, что выживает не наиболее сильный, а наиболее хитрый. А хитрым нужно быть... хитрый, он, как правило, слабый. Потому что сильным хитрость не нужна, понимаете? Более того, ученые выяснили, что по строению мозг человека разумного мало чем отличается и от мозга других животных, и даже насекомых. Человек не просто мало отличается от неандертальца в своем развитии. Человек недалеко ушел от улитки. Улитки простенькие. И человека. Оказывается, что формы поведения одни и те же. Вот есть четыре основные формы поведения. Оборонительная реакция, пищедобывательное поведение, сексуальное поведение, необходимое для размножения, и исследовательское. Это вот самое такое непонятное. Так что же сделало человека первобытного человеком разумным? Чем уникален наш мозг? Где хранится наша память, и можно ли ее стереть? Как проникнуть в свое подсознание, и насколько безграничны его возможности? И почему именно мы, а не улитки, выиграли место на вершине эволюционной пирамиды? Несколько лет назад, во время раскопок на юго-западе Армении, археологи нашли череп первобытного человека, возможно, древнейший из известных. По предварительным данным, ему 6 тысяч лет. В черепе ученые обнаружили остатки высохшего, но хорошо сохранившегося мозга, на поверхности которого остались даже кровеносные сосуды. Изучая уникальную находку, ученые обратили внимание на необычный факт. Один отдел мозга у древних людей был развит значительно больше по отношению ко всем другим отделам, и отвечал он за интуицию. Так появилась невероятная гипотеза о том, что наши древние предки обладали сверхспособностями. Они не могли делать самолеты и летать в космос, зато понимали язык животных-птиц, предчувствовали катастрофы, точно предсказывали, какая будет завтра погода и откуда выбежит мама. В работе мозга, наверное, самое удивительное – это способность к изменению. Способность изменяться, способность адаптироваться к изменяющимся. Не важно, что это – социальная среда, бытовые условия. Вот, собственно, человек стал человеком из-за способности мозга изменяться. Благодаря именно этой способности нашего мозга, человек прошел долгий путь эволюции от аборигена, живущего в пещере, до офис-менеджера в уютном кабинете. Однако, чем больше становился мозг человека разумного, тем меньше у него оставалось способностей, которые, по мнению ученых, были заложены в нас самим создателем. Дальнейшие исследования показали, что у современных людей отдел головного мозга, отвечающий за интуитивную связь с природой, практически не развит. Этот факт дал ученым повод для невероятной теории. Эволюция закрыла человечеству канал, по которому мы могли бы общаться с природой и получать знания от высших сил. Когда мы живем в сотовом телефоне в городе, вы знаете, мы отходим от природы, и мы теряем некую частичку энергетики природы. И я думаю, что это все блокирует наше сознание, блокирует нашу интуицию, блокирует все наше, вот знаете, наш внутренний голос. Мы не слышим Бога внутри нас. Однако ученые не исключают, что и сейчас среди людей рождаются те, кто способен слышать язык животных и птиц, и кого природа наградила даром предвидения. В природе человек очень много прегрода награждает человека даром предвидения. Я видела, какое дерево может выжить, а какое дерево может, как вам сказать, не справиться, погибнуть. Я знала, какой ягненок выживет, а какой может умереть. Я помню, у меня дедушка, мы выходили на поле, и там паслись несколько лошадей красивых. И вы знаете, лошади сами по себе вздрагивали. И дед говорил, что лошади слышат стоны ада подземная. Быть может, это некие тонкие энергии они видели, слышали. И что интересно, я тоже слышала. Долгое время ученые не могли найти доказательства своей теории, и лишь недавно в ходе исследований они выяснили, что в мозге человека есть маленькое миндалевидное образование, которое, как предполагают ученые, и отвечает за предсказания. Мы действительно ей все меньше пользуемся, а стараемся объективизировать, точно как бы знать. Тут больше, тут меньше. Это правильно с некоторых точек зрения, но активируются при этом разные области мозга, и в разной степени. И если это, например, на обычном магнитно-резонансовом томографе смотреть, человек, который применяется интуитивно, у него будет совсем в других областях загораться, активироваться мозг. Иными словами, интуицию можно натренировать. Более того, ученые считают, что человек получает предсказания от собственного мозга по множеству раз в день. Мы догадываемся, кто звонит по телефону, когда придет долгожданный автобус. Сумеем ли мы успеть на работу, и стоит ли брать с собой зонд? А недавно российские исследователи окончательно поставили точку в этом вопросе. Проведя уникальные эксперименты, они выяснили, какой отдел человеческого мозга отвечает за предвидение. Участникам эксперимента предлагали просмотреть несколько слайдов. В определенный момент экспериментатор выключал монитор и просил испытуемых предсказать, какой слайд появится следующим. Именно в этот момент приборы фиксировали, какая из областей головного мозга наиболее активна. После чего просмотр возобновлялся. Результаты эксперимента поразили ученых. Им удалось установить, что несколько участков среднего мозга, в том числе черное вещество и полосатое тело, начинают активно работать, когда человек пытается что-то предугадать. Более того, ученые поняли, что постоянная практика и эксперименты могут развивать эти уникальные способности. Любой обезьяне высокого уровня, гоминида, типа шимпанзе, если показать табличку вот такого размера, и там будет 11 крупных точек, а на соседней 12, и ее научить, что если она выберет там, где больше ей дать банан, она это делает за доли секунды. Показывайте две таблички. За доли секунды она сразу нажимает лампочку слева или справа, всегда стопроцентно выбирает больше. Если вы покажете это вот просто любому человеку, он начнет считать. Последнее исследование дает ученым возможность предположить, что когда-то на Земле все люди были ясновидящими. Они умели общаться с высшими силами, могли лечить взглядом или передавать мысли на расстояние, однако со временем мы утратили эти знания. Но, возможно, благодаря последним научным открытиям, в недалеком будущем экстрасенсорные способности снова станут доступными человечеству. Однако некоторые исследователи считают, что уже слишком поздно, и нашу цивилизацию ждет совсем другая участь. Человек, который все время живет, чтобы насытиться и наесться, что он уже как паразит, он как раковая опухоль Земли становится. И сейчас очень много в плане... Люди будут думать, как же это, и будут быстро уходить из этого мира. В ноябре будут открываться три таких, знаете, очень адских планет, которые очень много душ, которые где-то в вакууме держатся, они будут или уходить туда, или возвращаться на Землю. Если вот сейчас эти планеты неправильно откроются... Что это за планеты, и чем они грозят человечеству, предсказать трудно. Но некоторые исследователи считают, что таким образом природа и высшие силы пытаются предупредить человечество об опасности. Нам остается лишь уловить этот сигнал. И ученые считают, что людям это под силу. Совсем недавно исследователи обнаружили древние рукописи, в которых сохранились рисунки человека с третьим глазом. Более того, есть свидетельство того, что античные философы верили в существование третьего глаза и считали его органом связи с высшими силами. Леонардо да Винчи, который всерьез занимался анатомией и препарировал множество трупов, утверждал... Программ рехбери, эксперт Шахин, Режеби студио. Тает наша душа, и именно эта зона отвечает за общение с Богом. На Востоке, во время сакральных обрядов, между бровей до сих пор рисуют глаз или точку. Она символизирует окно, сквозь которое в нас входит поток космической энергии. Существует три расы человечества. И предсказания, и сказания, видения, я думаю, это дается, если у человека очень внутренние, высокие энергии, высокие частоты. Придет время, когда люди будут определять, у кого какая частота, на сколько километров она действует. Только тогда люди поймут, что такое ясновидение. А так многие люди, в это никогда не будут верить. Потому что человеку с низким сознанием это никогда не понять. История затонувшего корабля. Топить такой травм.